Федеральная налоговая служба обеспечивает высокие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджетов России. Так, за первые 4 месяца этого года в российскую казну поступило более 4 триллионов рублей в виде налогов и сборов. Это почти на 13% больше, чем годом ранее. Продолжится ли этот тренд и как обеспечить увеличение налоговых поступлений в условиях снижения количества проверок бизнеса? Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью руководителя Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. Владимир Владимирович, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время для нашего интервью. Давайте начнем наш разговор с подведения итогов, которые вы недавно презентовали. Итак, за первые 4 месяца этого года в российский бюджет поступило более 4 триллионов рублей в виде налогов и сборов. Это почти на 13% больше, чем годом ранее. Сейчас нас все пугают стагнации в экономике. В связи с этим, стоит ли перед Федеральной налоговой службой задача увеличения поступления от налогов и сборов в бюджет? Во-первых, хочу сказать, что основная функция налоговой службы – это контроль за соблюдением налогового законодательства. Это не просто увеличение сбора каких-то средств, а это в зависимости от того, каково законодательство и какова налоговая база, целый механизм мер, связанных с налоговым администрированием, который позволяет нам в соответствии с законом обеспечить доходообразование всех уровней бюджета. Соответственно, если говорить о нынешней ситуации, о чем вы говорили, она непростая. Без сомнения, соответствующее замедление темпов роста ВВП, индекс промышленного производства практически был в том году не рост, а нулевой. У нас еще были такие мощные проекты, введенные в конце года, как сдача всех построенных объектов в Сочи, объектов от ТЭС до этого, соответствующие магистральные линейные объекты сдавались. И все это приводило к увеличению соответствующих инвестиций крупных компаний с государственным участием и, соответственно, приводило к материальным вычетам, в частности, по налогу на добавленную стоимость. Ну вот, в частности, в конце года мы говорили о том, что примерная сумма вычетов, которые были по налогу на добавленную стоимость, которые компании могли предъявить в бюджет, была выше, чем полтора триллиона рублей. И вот такая непростая ситуация в условиях, в общем-то, замедления, еще раз повторю, темпов роста ВВП, приводила к необходимости серьезного внимания на налоговое администрирование и соответствующего повышения эффективности этого администрирования. Конечно, эти вызовы стоят. Что такое эффективность налогового администрирования? Это, в первую очередь, применение адекватных мер налогового контроля с минимальными издержками от государства. Ну, в частности, если говорить о текущей ситуации, то действительно рост по всем основным налогам виден. И, подводя итоги четырех месяцев, это пока с января по апрель месяц, мы видим устойчивую тенденцию повышения эффективности, соответственно, сбора всех налогов практически по всем видам этих налогов. Вы сказали сегодня о росте в 13% в соответствии с сравнимыми параметрами консолидированных бюджетов 2013 года. Ну, вот я скажу, что федеральный бюджет за январь-апрель 2014 года вырос на 18% с лишним. Налог на добавленную стоимость растет на 21%. Соответственно, налог на прибыль достаточно, вы знаете, была непростая очень ситуация, но сегодня есть причинное снижение прибыли компании. Все равно по сборам мы видим рост на 13%. Имущественные налоги растут на 7%, но еще не время, их все еще не заплатили. И налог на доходы физических лиц 7% роста. В принципе, все достаточно устойчиво с этой точки зрения. Однако здесь нельзя расслабляться, потому что, к большому сожалению, у нас не такая стабильная экономическая ситуация с точки зрения макропоказателей. И в частности, деятельности компаний. Ну, вот если говорить о консолидированной прибыли, то есть если смотреть на финансовую учетность, то прибыль прибыльных предприятий за прошлый год, она серьезно сокращается более чем на 30%. Убытки компаний выросли за первый квартал только этого года в 2,8 раз. И, соответственно, сама база налога на прибыль снижается, потому что растут и соответствующие издержки компаний, уменьшается сама прибыль, ускорена амортизация, уменьшает прибыль. Много причин, да. И на сегодняшний день только одной эффективностью налогового администрирования, конечно, будет тяжело обеспечить все необходимые доходы. Но пока мы видим абсолютно устойчивый тренд повышения соответствующих, значит, сумм налогов по всем видам. И надеемся, что методами, соответствующими налогового администрирования, различными подходами, изменением нормативной базы, вы знаете, в том году было очень много изменений, связанных с разными инновациями в налоговом кодексе, нам это позволит достойно исполнить все параметры, заложенные в федеральном бюджете, которые приняты были соответствующим законом. Если продолжать тематику налогового контроля, то сейчас вводится новая форма – горизонтальный мониторинг. Что это такое, в чем заключена его суть и основные плюсы? Ну, горизонтальный мониторинг – это, собственно говоря, из Голландии такое название было, в принципе, дано миру, потому что очень много компаний, которые нуждались в очень быстрых принятиях решений и смотрели внимательно за своей капитализацией, нуждались в более, я бы сказал, быстрых способах взаимодействия с налоговой службой. Что такое более быстрые способы взаимодействия с налоговой службой? Это, в первую очередь, возможности получения соответствующих рулингов или информации о тех или иных рисках, которые компания может иметь в случае принятия тех или иных решений. И вот горизонтальный мониторинг – это соглашение, которое заключается с налоговым органом, которое позволяет более широко для налогового органа получать информацию, связанную с деятельностью компании, а налоговому органу более быстро получать соответствующие, если хотите, варианты просчета рисков, которые они имеют в случае, если наступят какие-то последствия. В двух словах, если вы полностью открыты, если ваша отчетность налоговая, бухгалтерская открыта для налогового органа, то, конечно, риски налоговых проверок будут гораздо меньше. Это не гарантия отсутствия всех проверок, все в жизни бывает. Но это очень высокая вероятность того, что к вам не придут свойственные проверки, если вы открыты и абсолютно нормально обсуждаете с налоговым органом те, собственно говоря, действия, которые вы хотите совершить, но не агрессивное налоговое планирование. И, соответственно, почему я так вот сложно говорю, потому что для того, чтобы формализовать это отношение, необходимо четко закрепленные понятия в кодексе, в налоговом кодексе. Вот это сейчас происходит, очень много компаний хотят таких отношений, потому что сейчас, вы знаете, огромное количество налогоплательщиков хочет быть прозрачными, транспарентными, особенно те, кто идет на IPO. И вот, собственно говоря, на сегодняшний день мы готовы к такому. Мы провели пилот, закончили в 2013 году. И в ближайшее время, я надеюсь, что Дума рассмотрит это положительно, будем выходить на соответствующие уже изменения в кодексе. Если мы говорим о налоговых проверках, то примерно полтора-два года назад в Федеральной налоговой службе был изменен сам подход к этим вещам. То есть, если до этого был какой-то обязательный показатель подобных проверок, то вы его отменили. По истечении вот этого срока доказала ли подобная мера свою эффективность? Да, это очень важный вопрос. Вы знаете, я глубокий сторонник того, что с проверкой надо выходить только, когда у тебя есть абсолютные основания для этих проверок, и они должны быть публичными. У нас на сайте есть 12 критериев, по которым налоговые службы выходят на проверку. Ну, какие они? Это средняя отраслевая нагрузка в такой отрасли, в которой вы работаете. Например, если компания в какой-то отрасли имеет нагрузку близкую к нулю, а таких очень много компаний, а другие компании, добросовестные налогоплательщики, платят 6% нагрузки, то это вызывает вопросы. И то же самое, например, средняя отраслевая заработная плата в таком виде компаний, как рядом такое же предприятие в этой области. И вот эти критерии, они дают возможность как минимум налоговому аспекту объяснить, зачем пришли они пытаться найти какие-то нарушения. И такие подходы, связанные с риск-анализом, они дают очень существенный, серьезный результат. В частности, я могу сказать, что мы снижаем количество проверок каждый год. В том году мы снизили их на 9 тысяч. Если говорить в периоде 10-го года, их было бы порядка выше 50 тысяч, сейчас чуть больше 30 тысяч. То есть это огромное снижение количества. И мы очень жестко сегодня, в частности, на коллегии мы обсуждали необходимость дальнейшего снижения нерезультативных проверок. Но что здесь вызывает, в общем-то, достаточно положительные тенденции, это, в первую очередь, то, что доначисление, которое производится во время проверок, потом находит свое подтверждение во взысканиях и в суде. Но, в частности, вот с прошлого года, если сравнивать первый квартал 2014 года с первым кварталом 2013 года, доначисление уже достигли, я вам сейчас скажу точно, абсолютно. То есть у нас на одну выездную налоговую проверку, которая выявила нарушение, доначисление составляет в сумме 10,6 миллиона рублей. Это на 16% выше. Это означает, что если налоговая инспекция выходит сегодня с проверкой, то потом эти доначисления в судах, они соответствующим образом находят свое подтверждение. А если говорить о всей совокупности сумм, которые после соответствующих проверок оспаривают налогоплательщики, то уже 77% из всех судов сумм принимаются в пользу бюджета. То есть имеется в виду, ну, я вам скажу, что начинали мы с цифры 38%, вот это было в 2010 году, то есть очень много проигрывалось. То есть, собственно говоря, система досудебного аудита позволила качественно так вот подходить к формированию проверок. Потому что обязательность досудебного аудита позволяет налогоплательщику до того, как он обратился в суд, в первую очередь получить эту информацию от налогового органа непосредственно. И если эта ситуация достаточно не перспективна в суде, налогоплательщики предпочитают соответствующим образом уточнить свои обязательства и не спорить. Вот такое взаимодействие, где грань между сервисной составляющей и фискальной составляющей базируется на добросовестности, на подходе добросовестности от налогоплательщиков и, соответственно, готовность налогового органа к таким отношениям, позволяет повышать эффективность за счет уменьшения количества проверок и повышения эффективности этих проверок. Мы достаточно много уже говорили про открытость и транспарентность налогоплательщиков. И это очень сильно перекликается с тем курсом на диавшеризацию, который был буквально несколько лет назад взят нашим правительством. Соответствующий законопроект уже вызвал много опасений, как у российских предпринимателей, так даже у наших депутатов. Разрешите одну цитату. Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам. Диавшеризация, которая предлагается сегодня, это по существу выбор между английской тюрьмой и бутыркой. Так все же, что получит от диавшеризации российский бизнес, российская экономика и какая мотивация должна быть у наших предпринимателей, чтобы пойти на эту самую диавшеризацию? Ну, во-первых, у нас на сегодняшний день очень много существует мнения, которые на сегодняшний день складываются через средства массовой информации, которые не совсем соответствуют действительности в проводимом курсе диавшеризации. Ведь если вы вспомните слова президента, который он говорил, что, пожалуйста, вопрос не ограничений движения капитала и даже юрисдикции, вопрос это соответствующее отношение к законам своей страны, к тому, чтобы налогообложение соответствовало тому закону, который есть в своей стране. Вот хочу вам сказать, что Россия полноправный участник международных налоговых отношений, мы работаем активно во всех международных организациях и наши коллеги, которые работают с этим, на повестке дня имеют самый главный вопрос, который интересует все страны, мы называем это диавшеризацией, на самом деле это вывод или эрозию налоговой базы из-под своей юрисдикции. Вот об этом идет речь. Если компания под каким-то видом перемещает произведенный товар, услуги в низконалоговую юрисдикцию, не платит налог на прибыль, то, конечно, нужно всеми методами добиваться того, чтобы она платила. По поводу диавшеризации речь идет о том, чтобы декларировать соответствующим образом то имущество или соответствующие компании, которые находятся под юрисдикциями, которые связаны так или иначе с бенефициаром российским юридическим или физическим лицом и платить соответственно установленные налоги. Тогда претензий нет. Диавшеризация в этом смысле это исполнение закона при любых формах регистрации вашего бизнеса. И если компания так делает, то какие проблемы? Пожалуйста, она прозрачно открыта. И в этом смысле те комплексы мер, которые приняты на сегодняшний день в виде пока еще и проектов закона, да и обсуждений в российском правительстве, они направлены на то, чтобы установить конечного бенефициара, предъявить ему соответствующие требования, которые везде и в мире абсолютно одинаково применяются. Ведь модельная конвенция АЭСР, она как раз такие вот подходы формализует. И поверьте, что наша страна в этом смысле с 13% налогом на доходы физических лиц выглядит не столь, скажем так, жестко фискальной, если исполнять все это в соответствии с российским законодательством. По поводу комплекса мер надо дождаться принятия соответствующих законов, мы прокомментируем их. Но скажу одно, что без сомнения на сегодняшний день мы видим движение многих российских компаний в эту сторону. Многие возвращают соответствующие свои и активы, и, собственно говоря, непосредственно принимают соответствующие меры по перерегистрации своего бизнеса для того, чтобы быть в российской юрисдикции. Я надеюсь, что мы это будем делать мягко, спокойно. И еще раз, являясь все-таки частью глобального общества, мы соответствующие наши законодательные акты будем приводить в соответствие в том числе к модельным конвенциям, которые есть в АЭСР и в других странах. Ничем это не отличается. Поверьте, тут вопросы только четких формулировок для того, чтобы не было лазеек. Потому что конкурентность в этом смысле тоже очень сложная. Кто-то честно работает, показывает доходы, выручку, платит вставные налоги, кто-то занимается схемами агрессивного налогового планирования. Из-за этого рушится основной принцип конкуренции, неравные возможности у субъектов права. Переходя к разговору о законотворческих инициативах, хотелось бы остановиться на тех законопроектов, которые были приняты в последнее время и были направлены на упрощение процесса регистрации предприятий. Например, это отмена предварительной уплаты уставного капитала и необязательный визит к нотариусу для заверения заявления. Какие из последних законопроектов, которые были приняты, на ваш взгляд, являются ключевыми? И самый главный вопрос, мы достаточно часто отсылаемся к рейтингу Doing Business, на сколько ступеней мы сможем в нем подняться в этом году? Ну, есть калькулятор специальный, который, собственно говоря, Мировой банк предоставляет всем, кто хочет посмотреть, в зависимости от того, какие законодательные или другие инициативы произойдут, где вы окажетесь. Поэтому здесь можно посмотреть. Я скажу абсолютно конкретно, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы по индикативным показателям, которые формируют рейтинг Doing Business, продвинуться максимально быстро. Но, в частности, если мы говорим о регистрации, о чем вы сказали, без сомнения, самых два важных изменения было. Это возможности, собственно говоря, без нотариуса принести пакет документов лично для регистрации юридического лица в налоговую службу, поскольку она является органом, который отвечает за регистрацию юридических лиц. И, без сомнения, очень важно это то, что на сегодняшний день не надо оплачивать предварительно 50% уставного капитала для того, чтобы зарегистрировать компанию. Это примерно 15 позиций рейтинга в счете. Но как учтут наши коллеги? Потому что Doing Business рейтинг делается по модельной действующей компании. Вот существует такая виртуальная компания, по которой они судят. И здесь в этом плане очень сильно субъективно может зависеть мнение экспертов. Мы сделали все, мы пригласили экспертов. Мы рассказали им не просто о законодательных инициативах, которые проходили, а уже о принятых на сегодняшний день изменениях в 129-й закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но также показали им формы нашего взаимодействия. Вы знаете, что у нас работает онлайн регистрация, которая теперь с принятием этих инициатив будет гораздо проще. У нас также есть возможность за 5 дней в любой точке страны, в случае, если все в порядке с документами, и в тот орган пришли, зарегистрировать компанию. И я очень надеюсь на то, что это даст достаточно серьезный эффект в продвижении в рейтинге Doing Business Российской Федерации. То, что касается налогов, есть еще и в рейтинге Doing Business налогообложений. Вы знаете, мы очень серьезно поднялись в этом рейтинге, но только за счет, в основном, сокращения количества часов для подготовки декларации, это так называемое налоговое администрирование, и возможности исполнения своих обязательств. Дело в том, что в этом блоке рейтинга есть три параметра. Первое – это количество налогов, второе – это налоговая нагрузка на модельную компанию, и третье – количество часов. Вот если мы в количестве часов очень сильно продвинулись, то, конечно, влиять без изменения фундаментального закона на налоговую нагрузку и на количество налогов будет невозможно. И поэтому принятие любого нового налога будет отодвигать нас в этом рейтинге. И здесь очень важно пройти между Сциллой и Харибдой, для того, чтобы мы смогли показать эффективность нашей работы с точки зрения Doing Business, но, с другой стороны, не забывать о национальных интересах, потому что порой слишком быстрая скорость регистрации за один день порождает другие риски, связанные с серым бизнесом, который может пользоваться этим. В любом варианте принятые меры, в том числе и в блоке по регистрации юридических лиц, и в блоке по налогообложению, приведут к улучшению наших позиций. Насколько мне сложно сейчас судить. Еще один национальный проект – это Крым. Каковы предварительные итоги интеграции налоговых органов Республики Крыма и Севастополя в Федеральную налоговую службу России? Во-первых, вы знаете, произведена была очень большая работа для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить возможность ведения соответствующей деятельности, а в первую очередь уже российских компаний на территории Республики Крым и города Севастополь. Для этого был открыт Центр государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, у меня уже есть свежие цифры. У нас на сегодняшнюю дату зарегистрировано уже 667 юридических лиц и 257 индивидуальных предпринимателей. Это буквально две недели с того момента, как большой центр открылся. Регистрировать мы начали с марта месяца. За это время уже в Республике Крым подано 1149 заявлений о регистрации юридических лиц и 401 заявлений о регистрации индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день единый центр для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открыт как в Севастополе, так и в Симферополе. И примерно 200-300 компаний в день могут обслуживать этот центр. Имеется в виду заявление от 200-300 компаний. Вы знаете, на текущий момент пока законодательство, которое действует на территории Республики Крым и города Севастополь, оно принимается местными, соответственно, ЗАГС-собраниями. И с 1 января 2015 года произойдет соответствующее право применения налогового кодекса Российской Федерации на всю территорию Республики Крым. К этому мы серьезно готовимся. Для этого, соответственно, созданы 11 инспекций по, соответственно, Крыму и инспекции по Севастополе. Ведется активная работа, связанная с обучением сотрудников, которые, соответственно, работают. Это порядка 2600 человек, которые работают в Севастополе и в Крыму. Для этого мы организовали целый курс. И, к сожалению, очень много есть вопросов, которые связаны с изменениями законодательства тех компаний, которые остались в Крыму, переходы в российское налоговое поле. Но в основном должны быть решены, в первую очередь, вопросы, связанные с базой переходного периода нашими коллегами, ведомствами. С точки зрения обеспечения права применения налогового кодекса, я думаю, что к 1 января все будет готово, и мы сможем обеспечить эффективное функционирование налоговой системы на всей территории Крыма по законам Российской Федерации. В вашем недавнем докладе вы также упомянули, что планируется очередное списание задолженности. Что имеется в виду? Во-первых, задолженность, она бывает разных видов. И вы знаете, что существуют соответствующие виды задолженности, которые невозможны взысканию. Вот представьте, что несколько лет компания не платит ничего, у нее нет никакого имущества, а задолженность, которую она имеет перед законом, растет и растет. Собственно говоря, называют это недействующими компаниями или компаниями, которые прекратили свою деятельность. Без сомнения, когда нет возможности наложить субжидиарную ответственность на имущество должника, когда нет самого должника, и это длится годами, такие так называемые плохие долги нужно решать, списывать. Потому что иначе эта ситуация приводит к искажению экономической картины. И без сомнения, здесь необходимо улучшать эффективность работы других институтов власти, службы судебных приставов и правоохранительных органов. В случае обнаружения таких ситуаций, которые связаны с отсутствием должника, когда люди специально делают агрессивные схемы мошенничества и скрываются для того, чтобы скрыть эти доходы, это вопросы уже правоохранительных органов. Но вот когда многолетняя задолженность, не подлежащая взысканию, есть, необходимо с ней уже работать по-другому. Ее списывают во всем мире, они называются плохие долги. И на сегодняшний день порядка 200 миллиардов задолженностей можно списать как не подлежащих взысканию. И порядка 800 тысяч компаний, которые так или иначе бездействуют или как-то были связаны с этой задолженностью, можно убрать из единого государственного реестра юридических лиц и, соответственно, из единого государственного реестра налогоплательщиков. Вот, собственно говоря, те инициативы, которые были сделаны, они на сегодняшний день в Государственной Думе находятся. Я надеюсь, что в случае принятия соответствующих решений мы просто более качественно будем дальше работать задолженностью. Много сейчас обсуждают и новый налог на недвижимость, взыматься он будет с кадастровой стоимостью, которая намного ближе к рыночной. И вот недавние расчеты Минфина, налоговые поступления от него могут увеличиться по сравнению с 2012 годом в 3,5 раза и достичь 94,5 миллиардов рублей. Ну, достаточно солидная цифра. Вы уверены, что у этого налога не будет каких-то слишком сильных негативных последствий? Все ли смогут его платить? В первую очередь, пока мы не увидим окончательную версию принятого закона о налоге на недвижимое имущество, судить о том, насколько он произведет то или иное мнение, будет сложно. Хочу сказать, что ответственность за введение ставок будет лежать здесь на регионах страны, потому что этот закон местный, я имею в виду в первую очередь налог на имущество физических лиц и налог на, соответственно, землю, это законы, которые зачисляются в местные бюджеты. И в связи с этим, поскольку налоговый кодекс определяет формирование самой ставки лишь только поверху, то есть имеется в виду, и вы знаете, что сейчас ставка в новом налоге в 20 раз сокращается, то, собственно говоря, ответственность будет лежать на местных ЗАГСобраниях, которые будут для определенных категорий налогоплательщиков определять эту ставку. И второй фактор, по которому будут судить о новом налоге на недвижимость, это оценка. Собственно говоря, оценка, с которой будет взиматься данный налог и применение ставки, будут формировать цифру. Вот что очень важно. Дело все в том, что, вот говорили вы по расчетам ФНС, нам даются разные ставки, и в случае, если до конца мы не знаем льготников по этому, и как применят это регионы, очень сложно говорить о прогнозируемых цифрах. Только виртуальные цифры пока. Очень важно, еще раз скажу, чтобы мы сохранили все льготы, связанные с людьми, которые имели эти льготы по долгу службы, это и пенсионеры наши, да, но и с другой стороны давали возможность делать справедливую эту оценку. Что такое справедливая оценка? Если переоценка в одном из регионов не производилась вашего жилья или земли много лет, а вот новостройка на сегодняшний день строится, эта оценка будет гораздо больше, то это несправедливо. Люди платят просто, ну скажем, разные суммы за более плохое, простите, или некачественное жилье. Человек будет платить гораздо больше, чем за более современное качественное в результате вот таких вот моментов. Мне кажется, что стимул, в первую очередь, чтобы качество оценки было хорошим и право применения ставок было правильным, имеют наши уважаемые местные власти и соответствующие регионы, потому что это их база. Налоговая служба готова к этому налогу. Для этого существует очень много проделанной работы, связанной с внедрением личного кабинета физических лиц, формирование соответствующих баз данных, по которым это можно делать. И поэтому мы только ждем одного – качественной оценки, которую, вот оценку предварительно делали соответствующие члены оценочных саморегулируемых организаций. И мне кажется, нам тоже нужно предъявлять, в том числе и претензии, в случае, если эта оценка некачественная. Говорят о том, что зачастую оценка не соответствует рынку. Но необходима экспертная комиссия, необходимо, чтобы вот эту оценку общество видело, что это справедливо сделано. Я говорю сейчас об оценке рыночной или оценке, с которой будет браться сумма. А уже непосредственные ставки – это инструмент местных властей. Там, где достаточно неплохо с доходами, крупные города и так далее, конечно, это может быть пониже. Если совсем говорить о такой категории налогоплательщика, как люди немощные или разные категории могут быть, инвалиды и прочее, все в руках местных властей. Они так имеют федеральные льготы. Но еще раз повторю, что категории таких людей могут, в соответствии с кодексом, освобождаться от налогов вплоть до нулевой ставки. Но, с другой стороны, живущие, здоровые, работающие люди, конечно, должны формировать свою налоговую базу. И я думаю, что потихоньку этот налог должен входить в нашу жизнь точно так же, как это делается во всем мире. Потому что, если мы, например, говорить будем о Европе в среднем, то налоги на имущество, так называемые property tax, формируют более 70% налоговой базы муниципалитетов. У нас же примерно они формируют порядка 17%. Вот эта разница означает, что все-таки такая подушка безопасности в случае снижения соответствующей конъюнктуры углеводородной и прочее у нас должна быть. Ну, в двух словах хочу сказать, что я надеюсь на то, что мы разумными методами и способами будем входить в этот налог. И лучше с небольшой ставкой, с качественной оценкой, да, учиться администрировать такие налоги. А еще раз повторю, что налоговая служба готова к такому администрированию, но очень сильно будет зависеть от качества работы, которую проделают наши коллеги для формирования налоговой базы. Сегодня проходит совместная коллегия Федеральной налоговой службы со Следственным комитетом. Если говорить о взаимоотношениях с этим ведомством, то насколько сейчас оно является эффективным? Вы знаете, ну, во-первых, мы со Следственным комитетом совместно подписали соглашение, по которому регламентировали все наши совместные направления деятельности. Ну, в частности, это расследование уголовных дел, связанных с уклонением налогов. Это 199-я, 198-я, соответственно, статьи Налогового кодекса. А то, что касается эффективности взаимодействия, мы очень много мероприятий провели, включая совместное обучение для того, чтобы и налоговые инспекторы, и следователи лучше понимали друг друга, так как Федеральная налоговая служба работает в рамках Налогового кодекса, а, соответственно, Следственный комитет в рамках Уголовно-процессуального кодекса. И здесь существует достаточно большое количество вопросов, которые связаны с необходимостью гармонизации этого взаимодействия. О чем говорил президент, когда давал нам поручение соответствующее, отработать вопросы, связанные с изменением порядка возбуждения уголовных дел по материалам оперативно-розыскной деятельности. Без сомнения, то, что на сегодняшний день изменила 140-я статья Уголовно-процессуального кодекса, а это изменение порядка возбуждения уголовных дел по материалам ОРД, кроме материалов, которые дает налоговая служба, создает необходимость такого более качественного взаимодействия между следователем и, соответственно, налоговым инспектором в случае необходимости получения материалов от налоговой службы в таких случаях. Данный вопрос сейчас прорабатывается. В частности, мы на коллегии его обсуждаем, потом будем докладывать совместно президенту о том, каким образом построить эту работу. Но хочу сказать, что только наш последний год взаимодействия позволил в 10 раз увеличить суммы, которые возмещены государству в результате расследования таких дел. Сейчас достаточно активно поработали наши коллеги по тем материалам, которые уже на сегодня отработаны. Мы видим очень положительную тенденцию. Но я хочу не пугать бизнес с тем, что какое-то количество будет проверок или количество уголовных дел. Скажу, что то, что происходит после налоговой проверки, когда уже требования решений выставлены, когда прячутся от налоговой службы наши уважаемые налогоплательщики, когда уже абсолютно очевиден факт нарушения налогового законодательства, то суждение уже о нарушении уголовного законодательства – это достаточно непростая история, которую совместно налоговая служба со Следственным комитетом сегодня отрабатывает. И хочу еще раз всех заверить, для того, чтобы не было этих проблем, необходимо просто в период налоговой проверки и инструментами, которые даны, это досудебное обжалование, которое есть, это судебные, соответствующие процедуры, решать все вопросы налоговой службы до того, как будет подаваться материал на возбуждение соответствующих уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Михаил Владимирович, спасибо большое за интервью. Субтитры создавал DimaTorzok